Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на финальном матче Кубка России. Вот знаете, с одной стороны победил Локомотив, а с другой стороны, среди иностранных болельщиков особые симпатии проявились в сторону другого коллектива, в сторону крыльев Советов. Ну, потому что это достаточно романтическая история. Команда из низшего дивизиона, из ФНЛ пробивается в финал, и там, в общем-то, достаточно достойно бьется против представителя высшей лиги. И на фоне этого мне стало интересно собрать самые такие любопытные и сочные комментарии зарубежных фанатов о крылышках, о самарской команде, а также о том, как они бились в финальном матче Кубка России. На сайте inoprosport.ru вы можете найти текстовой вариант данного материала, комментарии иностранных фанатов, переведенные на русский язык. Ну, а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Друзья, специально для тех, кто хочет зарабатывать на ставках, мы создали телеграм-канал FloraBet, в котором ежедневно публикуются бесплатные прогнозы на спорт с проходимостью свыше 90%. На прошлой неделе мы увеличили банк подписчиков на 200 тысяч рублей. Так что, если хотите зарабатывать с нами, то переходите по ссылке в описании. Бензиньиксо написал. Я не могу понять, это был забили крылья или Барселона времен 2012 года? А еще, мне кажется, очень хорош у крыльев нападающий Сергеев, вокруг которого сейчас много шума. Но это круто, что крылья сравнили с Барселоной времен Гвардиолы. Ну и действительно, гол получился породистый, поэтому здесь определенные параллели вполне возможны. Ксейн Селейра написал. Мечтам крыльев не суждено было сбыться, но они ушли с высоко поднятой головой. При счете 1-1 они даже доминировали и заслуживали того, чтобы выйти вперед в счете. Но не хватило удачи. А в финальных матчах удача имеет огромное значение. В общем, отличный матч от ребят Осинкина, которых совершенно не в чем упрекнуть. Ну что ж, здесь действительно следует признать, что в каких-то моментах матча крылья доминировали. Команда очень смелая, дерзкая. Посмотрим на нее в высшей лиге. Лука Коз 96 не ожидал такой хорошей игры от крыльев. Они по-настоящему впечатлили легкостью, с которой создавали голевые моменты у ворот Локомотива. А гол в их исполнении будто уровня Лиги Чемпионов, а не 2-го дивизиона России. Но, как я уже сказал, гол получился на заглядение. И здесь следует признать, что команда действительно очень хорошо играет в атаке. Оборона так себе, но атака мое почтение. Ли Спортикс написал, Крылья показали очень хороший футбол. До финала они выбили из Кубка 4 команды Премьер Лиги, будучи клубом из 2-го по силе дивизиона. Ну вот так забавно. Во Франции, в полуфинал Кубка Франции, выбралась команда из 4-го дивизиона. Просто по пути не встретила ни одной команды из высшей лиги. А вот Крылья дошли до финала, выбив 4 команды из РПЛ. Вот какие разные у нас турниры. Бу Спикс написал, Крылья очень понравились. Я хотел, чтобы они победили в этом финале. Кэтрин Айфси. Крылья – это арсенал из Самары. Увы, но к концу матча они просто выдались из сил. Арсенал из Самары – это, конечно, намек не на тульский арсенал, а на лондонский арсенал, причем, видимо, лучших времен, времен Арсена Венгера, когда команда играла в тонкий комбинационный футбол. Кэн Сэбан Девятнадцать написал, очень хороший матч выдался. Меня порадовало, как коллектив из 2-го дивизиона ставил в затруднительное положение столь опытную команду, как Локомотив. Ну и Саму РМП написал, теперь Крыльям нужно сохранить этот состав, чтобы побороться в РПЛ в следующем сезоне. Ну вот это золотые слова, потому что сейчас есть интересы и к Зиньковскому, и к другим футболистам, и к Сергееву, и к Якубе. В общем, нужно сохранить эту обойму с Самарксом, тогда команда будет вполне себе способна даже на уровне высшей лиги. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.